Этнофестиваль и марафон по центральным улицам города в Сочи День народного единства отметили активно и спортивно. Скорая помощь по воздуху спасателей на вертолете эвакуировали туристку с приступом аппендицита. Всероссийское казачье общество возглавил кубанский атаман Николай Далуда, назначен указом президента. В России может появиться еще один налоговый вычет, получат его поклонники здорового образа жизни. 13 тысяч человек пришли отметить День народного единства в Краснодаре. Главные торжества проходили на Пушкинской площади. Это один из самых молодых государственных праздников. Он появился в 2005 году, но уже стал по-настоящему любимым и народным. Всех собравшихся поздравили губернатор Краснодарского края и председатель законодательного собрания. Сейчас мы стоим на этой площади и не делимся национальность, вероисповедания, культуры, потому что мы все связаны одной страной, одной нашей великой Россией. Мы все связаны одной судьбой, потому что судьба России – это судьба наша, это судьба каждого из нас. Ценнее силы оружия, сила сплоченности народа, объединенных одной общей целью. Сплоченность народа и его сила духа были, есть и будут главным оружием нашей страны. Мы разные. Мы разные по взглядам, где-то по оценкам ситуации, по жизненным принципам мы тоже разные, но мы едины в том, что мы хотим жить в мире и согласии в своей стране, на своей земле. В этом мы едины. Мы все хотим жить в сильной и процветающей России. И вот такую сильную и процветающую Россию мы хотим передать нашим детям, внукам и последующим поколениям. Этот праздник объединяет 85 регионов нашей страны, соотечественников, которые проживают за рубежом, всех тех, кто любит нашу страну, нашу культуру. Нашему народу всегда были присущи единство, забота о будущем страны. Это фундамент, это основа государства российского. Вениамин Кондратьев сказал, что на Кубани как нигде чувствуют и сохраняют единство народов, проживающих в регионе. А события 1612 года, когда Россия сплотилась и дала отпор польским интервентам, это яркий пример веры абсолютно разных людей в свою страну. И такие уроки нельзя забывать. Давайте по-настоящему жить в этом реальном мире реальными ценностями, реальной нашей культурой, традициями, верой, реальными достижениями и результатом своей жизни, а не виртуальными. Давайте не поддаваться тех, кто из виртуального мира пытается полностью раздробить нас, посеять какие-то сомнения. Им нужна смута, как это было когда-то, 400 лет назад, но они не учитывают только одно. Народ обмануть нельзя, когда нужно. Да, такая наша страна. Народ образует единый, мощный гулаг и бьет на отмашь. Концерты, выставки, народные гуляния, торжества на Пушкинской площади шли до самого вечера. А в Центре национальных культур всех желающих угощали традиционными блюдами. В Сочи также накануне отметили один из главных праздников многонациональной России. Торжественные мероприятия начались с богослужений в храмах курорта. В кафедральном соборе равноапостольного князя Владимира службу возглавил епископ сочинский Туапсинский Герман. 4 ноября Православная Церковь отмечает праздник иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Казанской. Основные же светские мероприятия на курорте проходили на площади у Южного Мола. С государственным праздником гостей и жителей поздравил глава Сочи Алексей Капайгородский и председатель городского собрания Виктор Филонов. Майор отметил, что сочинцы могут гордиться тем, что в одном из самых многонациональных городов России отношения между всеми общинами всегда строились на уважении и взаимном доверии даже в самые сложные времена. По официальным данным, торжества посетили порядка пяти тысяч жителей и гостей курорта. День народного единства это, конечно же, прекрасный праздник. Праздник, когда вся большая Россия объединяется, конечно же, показывает народу свою культуру, свои обычаи, свои традиции. Это день, когда мы можем пообщаться и, конечно же, узнать многое друг о друге. Я думаю, что наш город Сочи это образец взаимопонимания и дружбы и вот как подтверждение сегодня это праздник. Мы вместе, мы едины, мы сила. И мы желаем, чтобы во всех городах было так, как у нас. И тогда у нас будет мир и покой во всей стране. На площади было много людей в национальных костюмах. По традиции, в день народного единства национальные общины Сочи угощали гостей блюдами кавказской, европейской и азиатской кухни. Демонстрировали колорит этносов, проживающих на территории курорта. Снакомили с особенностями их быта. Настроение пришедших на праздник поддерживали и творческие коллективы города. На сцене выступили десятки ансамблей и групп. В самом массовом номере на сцену вышли сразу 400 артистов. Торжественные мероприятия на площади Уморпорта завершились к 4 часам вечера. Но горожане и гости курорта продолжили отмечать День народного единства дальше, с родными и друзьями. Многие просто отдыхали на море. В Сочи, судя по прогнозам, бабье лето. Вчера термометры показывали плюс 19, но это не предел. Температура, как ожидают синоптики, в ближайшие дни может подняться до 22 градусов. Галина Моисеева, телекомпании ВКТ. День народного единства в Сочи отметили по-спортивному. Более 4,5 тысяч человек приняли участие в ежегодном международном марафоне в Сочи. Он прошел на курорте уже в четвертый раз. И каждый год привлекает все больше любителей здорового образа жизни. В этом году на дистанции вышли бегуны почти из 400 городов России. Были и иностранные гости. Причем многие приехали на курорт специально, чтобы принять участие в марафоне. Атмосфера вообще замечательная. Люблю забеги. Приехала из Крыма. Уже второй раз сюда приехала. В прошлый раз бежала 21, сейчас 10. Трасса необычная, с горочками, со спусками. В том году бегал, бегал полумарафон. Дочь у меня 4 года. Она до сих пор это помнит. Весь год у меня папа, папа, мы поедем на марафон. И вот я здесь. На выбор было три дистанции. Полноценная марафонская, половина ее длины, и самая короткая на 10 километров. Участники основного забега стартовали первыми в 9 утра. Через час на дистанцию вышли остальные бегуны. Маршрут начинался от северного мола Морпорт, а после участники бежали до стадиона, затем в обратном направлении. По всей дистанции были расставлены столы с водой, чтобы участники не страдали от обезвоживания. Кроме того, были и пункты с фруктами, чтобы бегуны могли подкрепиться, так как на больших дистанциях затрачивается много энергии. У каждого спортсмена был чип, который фиксировал скорость и время. Каждый год марафонцам в Сочи везет с теплой погодой. Для многих забег уже стал настоящим спортивным праздником. Участвовать приходят целыми семьями. На дистанции можно было и встретить тех, кто бежал с детскими колясками. Некоторые специально подбирают костюмы для забега. В следующем году организаторы хотят изменить трассу. Если сейчас забег на 42 километра проходит в 4 круга, то в планах сделать один за счет удлинения самой трассы. 42 километра в один круг очень сложно, но теперь мы станем совершенно равным главным международным марафоном, что позволит нам привлекать значительно больше людей. Наша цель в 25-м году получить 20 тысяч человек, участвующих в этом мероприятии. Победители дистанции наградили кубками, а все без исключения участники получили медали. К другим новостям. Самый длинный тоннель обхода Сочи закрылся на капитальный ремонт. Схема движения изменилась минувшей ночью. Речь идет о тоннеле номер 6. Для проезда закрыт участок объездной от развязки с улицы Пластунской до пересечения с дублером курортного проспекта на Мамайке. Капитальный ремонт продлится чуть более года. Вновь движение по отремонтированному тоннелю планируется открыть 1 декабря 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе управления дорог Черноморья. Спасатели эвакуировали из перевала Тхач туристку с приступом аппендицита. Для этого пришлось задействовать вертолет. В поисково-спасательный отряд позвонил участник зарегистрированной туристической группы, которая находилась на перевале Малого и Большого Тхача. Это Майкопский район Республики Адыгея. Мужчина сообщил, что одной из участниц похода стало плохо, подозрение на аппендицит требуется срочная эвакуация. Из Сочи сразу же вылетел вертолет с пятью спасателями на борту. Приземлившись в районе перевала Тхач, они транспортировали 23-летнюю краснодарскую туристку на борт и оказали ей доврачебную помощь. На базе спасательного отряда в Сочи девушку передали врачам скорой помощи, пострадавшую доставили в городскую больницу номер 4. В Сочи сожгли 27 тысяч пачек нелегальных сигарет. Сотрудники транспортной полиции вывезли на полигон 43 коробки в рамках исполнения приговора Адлерского районного суда. Ранее в аэропорту Сочи при выезде с территории грузового терминала был задержан 35-летний местный житель с нелегальным грузом. Из личного автомобиля мужчины полицейские извлекли более двух тысяч блоков нелегально провезенных сигарет. Сочинец планировал перепродать их в России. Средняя рыночная стоимость всей изъятой продукции – более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Это по уголовному кодексу является особо крупным размером. В отношении 35-летнего жителя Сочи было возбуждено уголовное дело. Адлерский районный суд оштрафовал мужчину на 200 тысяч рублей. А всю контрафактную продукцию потребовал уничтожить. В Сочи отметили 101-ю годовщину дня военного разведчика. Началось празднование автомода пробегом от зимнего театра. Эта игра продолжилась с возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам на Цветном бульваре. Почтить память ушедших собрались действующие разведчики различных войсковых подразделений, ветераны, те, кто проходил срочную службу в рядах военной разведки, воспитанники военно-патриотических клубов и представители общественных организаций. Поздравляю всех разведчиков с праздником. Желаю всем благополучия, мира, процветания и чтобы они свой воинский долг могли выполнять только на площадках по воспитанию в военно-патриотических клубах. День военного разведчика в России празднуется ежегодно 5 ноября. Именно в этот день в 1918 году было создано Главное разведывательное управление ГРУ. В нашем городе наши земляки очень многие принимали участие в горячих точках, в других конфликтах, в том числе и будучи военными разведчиками. Мы гордимся теми земляками, которые свою службу провели именно в этом роде войск. Депутаты городского собрания стараются уделять должное внимание ветеранам данного вида войск. Ну и мы поздравляем всех ветеранов, во всех служащих сегодня военной разведки и вообще нашей армии с данным праздником. Надеемся всем здоровья, благополучия, мирного неба. Военная разведка всегда была элитой армии и мощным инструментом защиты национальных интересов страны. В этих войсках служил и констандин Барбаянов. Ветеран войны в Афганистане знает не понаслышке значение слова «война». И именно пожелание мирного неба – самое главное и в адрес подрастающего поколения. Самое главное – мирного неба над головой, чтобы у них были только учения и занятия, чтобы не было войны. Потому что война – это страшно. И я не буду даже говорить, хотя мне пришлось повидать такие вещи, о которых не хочется даже вспоминать, но поскольку человеческая память избирательна, как-то не получается забыть об этом. И порой снятся и сны, и порой с ребятами, когда встречаемся, наворачиваются, скупая мужская слеза. В этот день по традиции вспоминают ушедших воинов. В их честь во всех городах страны сегодня возложили цветы и звучали военные песни. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Всероссийское казачье общество возглавил кубанский атаман. Николай Далуда получил назначение указом президента России Владимира Путина. Со вступлением в должность атамана поздравил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что казаки под руководством Далуды принимают участие в важнейших сферах жизни региона, обеспечивают безопасность, развивают сельское хозяйство, помогают воспитывать подрастающее поколение. Подписал президент России Владимир Владимирович Путин вчера указ о создании всероссийского казачьего общества. Я не хочу скрывать, что в основе, конечно, лежит активная деятельность и качество нашего кубанского казачьего войска, казачьего общества. И немаловажно для нас и очень почетно, знаково, значимо, что атаманам войска российского казачьего, уже назначен наш Николай Александрович Далуда. Есть те, кто по достоинству оценивает наш труд на самом деле, а в первую очередь президент, который принял это решение. И на самом деле я уверен, что если у нас будет такое всероссийское казачье войско, вот такое всероссийское казачье общество, многие процессы в стране будут созидательными, в том числе в части именно казачьего движения. Хочу сказать, что и поблагодарить вас, Вениаминович, за огромную поддержку, стабильную поддержку вас, моих коллег, которые вместе с нами трудились, работали на этом поприще. А те результаты, которые добилось кубанского казачьего войска, кубанское казачество, конечно, они были бы немыслимы без такой постоянной, стабильной и всесторонней поддержки. По словам главы региона, не одно масштабное мероприятие в крае не обходится без казаков. Совместно с полицией они обеспечивали охрану Олимпийских игр, чемпионаты мира по футболу, мировых военных игр. Казачьи дружины первыми приходят на помощь жителям края и нашим соседям при любой чрезвычайной ситуации. Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня казак это синоним безопасности, порядка и поддержки. Другим указом Путин утвердил устав казачьего общества, а также поручил Кабмину разместить штаб казаков в Москве и предоставить субсидии на осуществление их деятельности. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. В России рассмотрят законопроект о налоговом вычете на занятия спортом. Вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом. Законопроект на рассмотрение депутатов внесут в декабре, сообщают известия. Поручение проработать вопрос предоставления такого вычета в апреле дал правительству президент. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет — 120 тысяч рублей. Подоходный налог — 13%. То есть у россиян появится возможность получить обратно до 15,5 тысяч рублей, вернув часть потраченных на фитнес-абонемент денег. Вычет можно будет получить при подаче налоговой декларации. О конкретных видах услуг и списке организаций, на которые будет распространяться новый вычет, говорить пока рано. Их определят позже. После того, как закон вступит в силу, появится определение физкультурно-оздоровительной услуги. Однако уже известно, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий, например, футбольных матчей, а также на покупку спортивного оборудования. 10 дней бесплатных лекций, мастер-классов от ведущих экспертов. В Сочи чуть более недели осталось до старта декады зрелого возраста. Это фестиваль активного долголетия для людей старшего поколения. В этом году он пройдет с 14 по 23 ноября. Организатор большого форума – санаторий знания. Сегодня там рассказали, что ждет участников декады в этом году. Сегодня организаторы, партнеры и участники декады зрелого возраста собрались на пресс-конференции и провели ее в обновленном зале санатория знания. Его отремонтировали к очередному фестивалю. Директор здравницы Дмитрий Богданов поблагодарил дизайнеров и строителей за реализацию этого современного проекта и рассказал собравшимся о том, что ждет участников 10-дневного образовательного марафона. От возраста до жития к возрасту счастья. Девиз декады с года в год остается прежним. На мастер-классах и лекциях их будет более 150. Представители серебряного возраста учат жить активно и интересно. Известные спикеры делятся ведущими российскими и зарубежными практиками. Все мероприятия абсолютно для всех участников декады проводятся бесплатно. Именно поэтому такой большой интерес, но самое главное это та польза, которую получают слушатели, посещая наши мероприятия. Потому что много информации на самом деле есть, но она по-прежнему остается недоступной. И те, кто приезжал учиться и слушать на первый фестиваль, сейчас уже сами ведут свои тренинги, ведут свои семинары, ведут свои мастер-классы. В этом году ожидается 70 спикеров и около трех тысяч участников из 70 регионов страны приедут даже из Казахстана. Чтобы разместить такое количество гостей, санаторий знания привлек и партнеров – соседней изравницы. Активно участвовать в декаде будут и слушатели Сочинского народного университета. Сегодня он объединяет порядка 180 активных пенсионеров. «Декада» позволяет дать новые идеи, познакомиться с людьми, получить определенный опыт и уже рождать самим новые проекты. После этой декады родился очень серьезный и самый важный проект в нашем университете. Это «Стиляги 50+.» Фестиваль активного долголетия расширяет границы, участников становится больше, а программа разнообразнее. Так, в этом году в нее включили турнир по нардам и открытое первенство юга страны по приготовлению шашлыка. Так что, интересно и вкусно будет всем участникам уже пятой декады зрелого возраста. В этом году она пройдет с 14 по 23 ноября. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Георгебиада и Олимпиада грузинских танцев пройдут в Сочи в новом году. Это обсудили на первом форуме грузинских общин в России. Мероприятие собрало руководителей диаспоры с 15 регионов страны. Они обсудили возможности проведения в Сочи спортивных и культурных мероприятий с участием грузин, проживающих как в Грузии, так и в России. А также роль общественников в сохранении и укреплении связей между государствами. Начать урегулирование отношений общественники решили в День народного единства и на уровне народной дипломатии. Политика не должна влиять на отношения народов, считают руководители грузинских диаспор. Снять напряжение призваны культурные и спортивные мероприятия. Расписаны они на год вперед. А идейным вдохновителем выступил председатель общественной организации национально-культурная автономия грузин города Сочи имени Шатару Ставели. Очень много мероприятий нас ждет, не только городских, всероссийских мероприятий, которые пройдут здесь, в городе Сочи, в Олимпийском парке. Глобальные мероприятия нас ждет в марте месяце Олимпийский фестиваль грузинских танцев. Это соберется со всех России талантливых танцоров. Из Грузии хотим пригласить танцевальные ансамбли, хотим провести мастер-класс здесь, в Олимпийском парке, по грузинским танцам. Также оттуда приедут СМИ, которые озвучат там наши мероприятия, покажут, это уже взаимоотношения между нашими двумя странами. Грузинские общины – это что такое? Это рупор, который будет двигать нашу деятельность, наше общение, и нашу дружбу, и нашу любовь между двумя странами. Ближайшее мероприятие в феврале в Сочи приедет капитан сборной Советского Союза по футболу Александр Чивадзе. Далее на курорте запланирован Всероссийский форум молодежи и студентов. В ноябре Всероссийский спортивный фестиваль под названием «Георгубиада». Сочи станет площадкой для общения представителей грузинских общин со всей России. Но сегодня общественные организации вовлечены и в решение проблем между двумя государствами. И в первую очередь это вопрос прерванного авиасообщения. Второй вопрос мы хотим возобновления дипломатического отношения между Россией и Грузией. И третий вопрос это наша организация ставить об открытии избирательного участка на территории России для граждан, имеющих право голоса. После форума мы выработаем определенные решения и будем направлять те органы, которые, в принципе, обязаны принимать решения. Это будет правительство Грузии и правительство России. На первый форум грузинских общин в России приехали представители диаспор из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Ярославля, Калининграда в целом из более чем 30 городов. В следующем году участников ожидается и того больше. За форумом сочинские грузины закрепили статус традиционного. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи представили традиционную корейскую оперу. Гастроли музыкального театра из южнокорейского города Кваньчжу прошли в рамках международного фестиваля Азии. На сцене парка науки и искусства «Сириус» были представлены два спектакля в традиционном корейском жанре. Чангук — традиционная корейская опера, исполненная в стиле корейской народной песни. Главная особенность этого искусства — это то, что здесь нет четкого разделения на оперу, балет или драму. Постановки корейского театра совмещают все виды сценических искусств. В программе также выступления ансамбля народных инструментов, этнические корейские танцы и шоу барабанов. Мы начали фестиваль Азии в 2018 году, когда артисты из Китая представили сочинцам знаменитую пекинскую оперу. На протяжении многих лет мы видим, что в этой стране очень сильная система музыкального образования, которая подарила миру множество фантастических артистов высочайшего уровня. К слову, опера Чангук входит в список нематериального культурного достояния мира ЮНЕСКО. От привычной европейской оперы ее отличает еще и активное участие зрителей. В традиционном корейском театре они могут громко одобрять или возмущаться действиями героев. Для этого перед каждым из спектаклей ведущий провел для зала мини-урок корейского языка. Международный фестиваль Азии в Парке науки и искусства «Сириус» продолжится 15 и 16 ноября выступлениями Бурятского национального театра песни и танца «Байкал». Ну а южнокорейские артисты на прощание сделали неожиданные песенны «Реверанс России». «Звучит песенна» «Звучит песенна» «Газу «Сириус» 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 Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.